Зашибись, да? Она не так греет, как натурально. Вот такой вот бутерброд. Запах, знаете, как у мужика. Не, не может она так дорого стоить. Что за мысли в моей голове? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И сегодня у нас очередные покупочки из фикс прайса. Сегодня их будет немного, но они будут действительно полезные и интересные. Поэтому оставайтесь со мной. И первое, что я хочу скорее вам показать, потому что мне понравилась по расцветке, по всему, такая коробочка складная. Она мне сейчас как раз по цвету моей одежды. Тоже такая коричневая с бежевым. Она небольшая и стоит 99 рублей. И я надеюсь, что она будет плотная. Как вы знаете, я недовольна коробками всеми, которые брала практически, потому что они не плотные, они не твердые. А вот эта прям плотненькая. В общем, давайте откроем, посмотрим. Еще мне понравилась очень расцветочка. Так, конечно, некачественная клеенка здесь. Я уже вижу, видите, она какая-то вот она. Такая, как это сказать, съехала, что ли, немного. В общем, состоит она из двух частей. Это дно такое вот. А здесь вот она вся клеенчатая. И вот так вот складывается. Удобно хранить, кстати. И на липучечки. Вот так. Фу. Ну почему запах такой стрёмный? Так, картонка внизу у нас. Надо срочно положить сюда духи, чтобы здесь все пахло. Все сделано из картонки. Я вижу, вот видите, тут даже просветы есть некоторые. Конечно, качество оставляет желать лучшего. Ну, 99 рублей. Что мы хотим за 99 рублей? Уж от фикс прайса слишком много мы хотим, да? И цены, чтобы были маленькие. И качество, чтобы было зашибись, да? Все, здесь у нас раз и все. Ну, в принципе, терпимая коробочка. Вот что-то такое положить сюда. И красиво на фоне она может смотреться. И здесь еще у нас вот можно за пальчик тащить, если откуда-то нужно вытаскивать. В общем, мне кажется, она даже на фоне очень неплохо гармонично смотрится. Даже если было их две, кстати, или три, было бы хорошо. Единственное, что да, в них прям особо тяжелое, ничего не положишь. А что сюда можно положить? Например, коробочка может быть для нижнего белья. Трусики или лифы, или носочки, если у вас их немного. У меня их очень много, вообще надо их перебрать. Возможно, они сюда как раз отлично сядут, лягут, сягут, лягут. В общем, отлично впишутся. Вот, что еще можно сюда положить? Ну, какие-то безделушки, но, опять же, должно быть все какое-то... Ой, детские носки можно положить. А то они у нас разбросаны. Ну, в общем, вы поняли, да? Такая симпатичная, но она более лучше, чем те другие, которые я брала и просто выкидывала. У меня, кстати, будет скоро видео. Фикс Прайс в помойку. Я уже насобирала кучу вещей, которые реально в помойку. Вы просто офигеете то, что я вам покажу. Как там все рассыпается и сыпется со временем. И то, что я реально, ну, как бы все готовлю для помойки. Просто не выкидываю, потому что хочу вам снять видео. Фикс Прайс в помойку. Следующая из новинок, это вот такой вот, как он называется? Эспандер. 5,5 килограмм. Там был еще красный. Красный немножко потяжелее идет, да? А этот полегче. Здесь у нас сразу инструкция, что можно делать для того, чтобы мы не искали в интернете, как этим заниматься. Удобно здесь то, что здесь очень удобные ручки. За них удобно держаться. Ну и, в принципе, можно делать какие-то упражнения. Да, там ножкой стали вот так придержали. И пошли руками качать. У меня дома всяких много резиночек разных. И я помню, что когда проходила марафон, как раз-таки очень понравились и понадобились гантели, которые я брала. Я даже пожалела, что я взяла маленькие розовенькие гантели. Сейчас я их уже не вижу. Надо было брать побольше гантели. Вот для занятия дома они очень даже нужны. И вот такая вот эспандер резинка тоже нужна. Стоит 199 рублей. Мне кажется, что должна быть коробочка. Вот, кстати, в эту коробочку можно складывать как раз-таки... Ну, гантели сюда не положишь, да? Но какие-то резинки и вот такое вот все. Пояс там, да, можно хранить как раз-таки. Класс. Дальше немного новогодней тематики. Мне понравились вот эти вот рожки оленьи. Ободок новогодний. Я подумала, что Новый год как раз-таки в этих рожках, наверное, мы будем подвозить с вами итоги. Как вы знаете, я каждый год подвожу итоги. Что за этот год я сделала? Какие выполнила? Слушайте, вроде такая уже, да, к стилю, там, пришла, там, начинаю менять свой гардероб. И все равно вот как ребенок меня тянет ко всяким этим приколюшкам, рожкам, что-нибудь на себя напяли, что-нибудь сделать интересное, веселое. Мне нравится это. И на самом деле я рада, что ребенок из меня никуда не уходит. И вот как бы сниму в этом видео и отдам потом. Да, может, Денька будет так же ходить, вот такие оленьи рожки. Может, ему понравится. 77 рублей, по-моему, стоило. Смотрю. Ободок. Ой, нет, он вообще так, 42 рубля. Но это, видимо, скидка у меня здесь была. Он, наверное, стоит 50 рублей или 55. Прикольненько. Такой вот ободочек. Я сказала, да, что я рада, что ребенок из меня не уходит и остается что-то все-таки непосредственное, да. Пусть оно как можно дольше остается во мне. Мне кажется, это одно из лучших качеств в людях. Дальше. Все-таки я продолжаю покупать себе эти колготки. И уже очень много образов вижу всяких разных. Монохромных. Как раз-таки серые колготки. Отлично вообще. Серые колготки. Мои серые ботфорты. У меня есть короткая серая юбка. И серую водолазку одеть. Получится очень замечательный монохромный образ. Кто там? Кто там? О, а даже если я одену белое платье, и одену серые колготки и серый ботфорт такого же цвета, они будут сливаться, и получится, что у меня очень длинные ноги. Что у меня ботфорты прям до самой попы. Я, может быть, что-то придумаю. И здесь вам в этом видео покажу. Одену их со своими ботфортами. И посмотрю, у меня просто серый... А, есть у меня серая водолазка. Да. Короче, может, я здесь вставлю образ, который я вижу в этом. Если я найду вот монохромный образ в сером. Мне нравятся эти колготки, потому что они хлопковые, и они при этом тянутся, и очень мягкие такие, знаете, не... Ну, прям тянутся вот это вот классно. Видимо, здесь есть что-то, да? А, здесь 45% хлопка, 25% акрила, 27% полиамид и эластан. И у них очень классная резинка. Я уже говорила, мне кажется, уже третье видео, которое я снимаю. И каждый раз я беру колготки. У меня уже есть черные, темно-коричневые, то есть светло-коричневые. Есть серые, и там еще какие-то цвета. Я еще бордо хочу взять, потому что у меня есть бордовые ботфорды. Мне кажется, что очень клево будет. Короче, зувей размер, просто повторяю, кто, может быть, не видел предыдущее видео, 48-50, и они идут как бы на все размеры, мне кажется. Вот. Отличная резинка, которая держит животик. 199 рублей такие стоят. Еще, так как у меня много осенней обуви, и, в принципе, я хожу, ну, то есть я в машине постоянно, да, я планирую некоторые, вот, например, например, мои мартинцы. Они вообще осенние. Но продавец мне сказал, что они на нашу зиму прекрасно должны пойти. Стелечку потеплее вставили, и все. Они как раз-таки у меня размерчиком, где-то на полразмерчика больше даже идут, специально для стельки, ну, и вообще, если меньше я взяла бы, они бы мне давили. В общем, я взяла разные, разнообразные стельки. Специально для того, чтобы засунуть в свои ботфорты, если я захочу в ботфортах пойти куда-то на выход, да, сапоги, вот все, которые осенние, их можно утеплить. Так, взяла я одну, будем сейчас рассказывать про каждые стельки. Они там такие недорогие, их огромнейший выбор. Термостельки сохраняют ваши ноги в тепле в холодные зимние дни. 55 рублей, одна пара. Все эти стельки вырезаются вот здесь вот. И я их взяла, вот, скорее всего, вот эти вот прям теплые такие, они прям барашек такой какой-то. Из чего они? Просто термостельки. Сейчас откроем, посмотрим. Слушайте, ну тут просто мех, мех. И я люблю, когда стельки вот можно выбирать по размеру, то есть ты не выбираешь, там свой размер подойдет, не подойдет, а вырежешь просто как тебе нужно. Ногу подставила и все. Ну, в общем, что-то здесь какая-то шерсть. Ну, непонятно. Термостельки написано. Термостельки практичны, удобны, долговечны, эффективно, надежно сохраняют тепло, впитывая излишнюю влагу. Даже в самый сильный мороз ваши ноги всегда в тепле. Рекомендуется менять один раз в два месяца. Состав. Искусственная шерсть и латекс. Не знаю, девочки, кто знает что-нибудь про искусственную шерсть. Мне кажется, она не так греет, как натуральная, да? В общем, вот эти стельки я взяла 55 рублей. Дальше из теплых. Вот такие термостельки, может быть, вы их видели. Они тоже стоят 55 рублей. Их тоже вырезают по контуру, но мне кажется, что... А, они не просто еще. Они еще с другой стороны. Вот, смотрите. Они с другой стороны еще теплые, да? Я не знаю, что здесь. Но вот это как раз, мне кажется, отличная тема для того, чтобы тепло сохранять. Сейчас прочитаем, что здесь. Ага, натуральный войлок. Вот, уже то, что натурально, уже хорошо. А, они даже сделаны, знаете, слоями. Натуральный войлок, искусственный войлок и металлизированный лавсан. Вот такой вот бутерброд. Хотя я вижу здесь два слоя. Натуральный войлок, не знаю. Может, здесь легкое напыление этого натурального войлока. Но тоже говорят, что стельки зимние. И тоже они вырезаются по контуру. В общем, я буду экспериментировать потом. Просто со своей обувью одни поменяла, другие поменяла. В каких будет теплее, те и оставлю. Это для моих ботфордов. И также я взяла еще. А, еще одни стельки обувные. 36,46. Тоже 55 рублей. Здесь у нас из джута с термозащитным слоем. Джут – это натуральное волокно, получаемое из джутового дерева. И обогащенное отрицательными ионами. Прекрасно впитывает влагу, обладает антибактериальными свойствами. Это, кстати, важно. Фольгированный слой внутри стельки обеспечивает улучшенную теплоизоляцию. Стелька износостойкая, практичная. Рекомендована для использования в холодное время года. Ну-ка. Так. Вот они уже какие-то совсем другие здесь. Тоже два каких-то слоя, да? И вот джут. Вот джут, наверное, это бежевая, да? Ну-ка, есть тут слои, из которых сделано. Фольгированный слой сохраняет тепло. Он уфольгированный, он, видимо, внутри. Прям. А, да, видно. Тоненькая фольга там видно внутри. Экстра теплые. Мягкий след. Ну, вот эти, наверное, самые теплые. Будем смотреть. Короче, у меня три зимних. И еще, девочки, там кожаные стельки, представляете? А они стоят... Кожаные. Почему у меня 27 рублей? У меня какая-то здоровая скидка была. Ну, наверное, тоже они стоят 55 рублей где-то, кожаные стельки. Я офигела на самом деле. Обладают повышенной износостойкостью, 100% кожа написано. Я сначала не могла поверить, что за такие деньги 100% кожа, стельки. Мне кажется, что в других обувных магазинах стоит это все намного дороже. Давайте откроем. Так, смотрите. Кожаные стельки две. Не пойму. Я на запах не сильно, честно говоря. Могу определить, кожа или нет. Но какой-то интересный материал. То есть он уже такой. Здесь у нас входит отдельно вот такая бумажечка, которую мы уже вырезаем сначала свой след, а потом, видимо, накладываем и вырезаем из стелек. Они такие довольно плотные, но я их взяла как раз-таки вот на сейчас, да? У меня, в принципе, обувь вся почти кожаная. Хотя есть какие-то, по-моему, не кожаные. Но, в общем, я взяла, потому что кожаные стельки я люблю. Они сохраняют запах нормальный, во-первых. У меня вот у малого была проблема, когда я ему покупала не кожаную обувь, просто взяла где-то на рынке какие-то сандалики. И буквально на второй день, приходя за ним в садик, просто запах, знаете, как у мужика уже ноги запах. Я думаю, что за фигня? И подумала, что надо купить кожаную обувь. И вот теперь в садике, так как он целый день проводит у меня в этих сандаликах, он ходит только в кожаных, и ноги совершенно не пахнут. Меня это очень радует, и я подумала, что, видимо, в кожаной стельке дело, и вообще в кожаной обуви. Ноги, я думаю, что они вообще, мало того, что они, ну как бы они, может, потеют, но как-то это все не скапливается там бактерией, что пахнет. Наверное, это бактерии вот эти все, да, какие-то пахнут неприятные. В общем, оно как-то там все самоустраняется. Не знаю, кто знает, напишите в комментариях, почему в кожаных не пахнут. Вот, и пахнет кожей. Кожаные стельки обеспечивают ежедневный комфорт при ношении, сделанные из натуральной кожи, стельки прекрасно впитывают влагу, позволяют стопе дышать, наверное, поэтому, да. Стельки не сминаются, хорошо фиксируются в обуви, обладают повышенной износа стойкостью, дышащей, поглощающей влагу. Для сохранения гигиенических свойств стельки рекомендуется менять 1 раз в 2 месяца. То же самое здесь. Состав кожи свиньи. Все, одна пара. Вот такие вот набрала я стельки, разные, разнообразные. Дальше, что я смотрю. Семейный крокодил, игра на объяснение слов от двух игроков. Мне показалось, это будет интересным, тем более ко мне в гости приходят иногда девочки, и было бы прикольно поиграть. Сколько стоит? 108 рублей пишет. У меня скидка, наверное, была какая-то. Либо 149, либо 199, что ли. Не, не может она так дорого стоить. Может, я еще какие-то там игры взяла? Ладно, давайте посмотрим. Например, вот такой вот конвертик. Мне нравится, что здесь вот от 20 минут игра и от двух игроков. Вот так открывается. Тут внутри у нас вот такие вот карточки. Смотрите. Карточки вот такие. Как-то они по две сделаны. А, их нужно разрезать. Их нужно разрезать, все перемешать. И, например, спустить в коробке. Сейчас я пойму и объясню вам. А, инструкция. Все, тут написано инструкция, все дела. То, что не двигается. Здесь вам предстоит придумывать, показывать слово своей команды. То, что не двигается. А здесь показывает смешную фразу. Задумчивая сова. Так, а сами слова-то есть? Что-то я не вижу. То, что делают на отдыхе. Сейчас пытаюсь понять. Короче. Задумчивая сова. Разберусь. Так, в общем, мне кажется, что я немного поняла. Нужно разрезать все эти карточки вот так напополам. Все их перетусовать. И положить в одну колоду. И вот, например, либо два игрока, либо две команды. Да, вы берете карточку. Но изначально вы договариваетесь, например, что вы хотите сами слово придумать. Да, или словосочетание, которое там объяснять. Вот, например, человек тянет карточку. Там из команды. Да, он говорит, например, если он там сверху берет, то это то, что уже написано. Фразу будет объяснять. А если он сам хочет придумать, например, он снизу берет, да? Все, вот, например, он берет снизу карточку себе. Опа! И читает. То, что делают на отдыхе. Да? То есть он должен придумать слово, типа то, что делают на отдыхе. Например, бухают. Что за мысли в моей голове? Ну, не суть, да? Бухают. И все. И он объясняет это слово своему противнику. Если противник отгадывает это слово, то он забирает карточку себе. Если не отгадывает, то в отдельную колоду отбрасывается все. Или, например, другой говорит, я хочу объяснять фразу, которая уже готовая. Он берет тогда карточку снизу, да? И читает. Блестящие ботинки. Все, ему нужно объяснить слово блестящие ботинки. И опять же, если противник угадал, он забирает карточку себе. В общем, у кого больше карточек, кто-то выиграл. Мне кажется, интересненькая такая игра. И главное, что у нее вот такой классный конвертик. Вот. И инструкция. В общем, вы точно сможете играть в эту игру. И все поймете. Если уж я, блондинка, поняла, то вы тем более поймете. Так, еще я взяла себе ручки, потому что, я не знаю, Денька опять куда-то ручки девает. Он то мои резинки все девает. Наверное, все у нас за кроватью. И только когда мы будем переезжать, мы сможем эту кровать отодвинуть и забрать целый склад там резинок, ручек и всего-всего. В общем, взяла ручки. Я люблю обычные шариковые ручки. И ручки, люблю, которые прячут свой стержень нажатием на кнопочку сверху. Также я взяла вот такие бигуди. Это новиночка. Эти бигуди я буду тестить отдельно. Мы сделаем с вами кудри на своем втором канале. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Ссылка на мой второй канал будет под видео. Кто давно туда не заглядывал, там видео каждый день. Там очень много прикольных новинок. Так что смотрите. Классные обзорчики. И да, вот это будет на моем втором канале. Хорошо, что я вам сейчас это показала. Может быть, кстати, завтра или послезавтра я прям накручусь. Мне интересно. Это такие бигуди для волос. Шесть штучек здесь. 99 рублей стоит. И посмотрим, кстати, удобно ли в них спать. Типа обещают. Кудри вообще просто. Кудри. Мак the best. Батарейки, естественно, купила. Я вот беру такие батарейки в экспрессе. Мне кажется, они получше всех остальных. И еще я взяла интересные вот такие шипучки для ванны с разными ароматами. И мы тоже это с вами протестим на моем втором канале. Сейчас вот у меня здесь открытая одна. Я могу понюхать ее. Даже показать, как она выглядит. Но вот кидать в ванну, их все нюхать каждую. Смотреть состав. И смотреть, что там, как она шипит. И полезно это вообще для детей или нет. Мы это отдельно сделаем на втором канале. Потому что их у меня 4 штуки. Это у нас жвачка. Ну, прям я не чувствую, честно говоря, жвачки. Вот это кола. Я все вкусы взяла. Шоколад. Написано, что это прям для детей, понимаете? И шипучка для ванны клубника. Не знаю, из чего это состоит, честно говоря. Но если здесь какой-то состав не очень хороший, то дыньку я не буду в нем купать. И растворимая соль для ванны шипучка с ароматом клубники. Рататан. Растворимая соль для ванны. Я не знаю, детям можно такое или нет. Состав. Сода пищевая, соль морская, кислота лимонная, экстракт череды, ароматическая композиция, пищевые красители, color index и все эти цифры много разных. Я думаю, мы будем тестить это все дело без дыньки. Скорее для себя. Поэтому хочу сделать вот тест. Хочу там вот реально понюхать, посмотреть все, как следует все это разложить по полочкам. Поэтому мой второй канал, это неотъемлемая часть моего главного канала. И я вас всех убедительно призываю, переходите туда и смотрите, что я для вас делаю. А я стараюсь каждый день. Все, мои хорошие, на этом все покупочки из фикс прайса закончены. Скоро уже, скоро со дня на день я жду новиночки. Обязательно схожу туда. Покажу вам то, что там есть с полочек. Перед тем, как делать обзор на своем главном канале, я сначала бегу в фикс прайс, показываю все, что там есть новенькое. Естественно, не все я беру. Видео бегу в фикс прайс и с полочек новинки я снимаю на свой второй канал. А уже вот такой вот обзор глобальный, да, раскрывая, показывая то, что я именно купила и то, что мне действительно возможно пригодится и интересно себе иметь, я уже показываю вам здесь. Поэтому, понимаете, да, два канала, два канала необходимо иметь в своем арсенале. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пишите комментарии и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok